Всем привет, с вами Юрий Викторович. Итак, в силу того, что я по работе очень много лазаю по интернету, то периодически, конечно же, само собой, я залезаю в новостные различные ленты, читая новости, так сказать. Сегодня я вычитал очень интересный законопроект, касающийся наших домашних, скажем так, животных, братьев наших меньших. Итак, с 1 января предлагается ввести обязательную регистрацию кошек, собак, в том числе и даже там упомянуто, что регистрация рыбок, которые живут у вас дома. Как-то это подойдется, связано с тем, что... как сказать-то, с законом о защите прав животных это как-то связано. Хотя я не понимаю, как это связано. Итак, давайте начнем по порядку. Если вы обладатель какого-либо домашнего животного, значит вам его надо будет как-то зарегистрировать. Регистрация обязательно. За отсутствие регистрации предусматривается штраф. То есть, проснувшись 1 января, любой, там, скажем так, собаковод, там, кошковод, вдруг захочет выгулить своего собакена или кошку, там, не знаю, выйдет на улицу. И первая мысль, о чем он должен думать, это где же, блин, зарегистрировать-то его теперь? Иначе мне штраф вглупят. Ладно. Далее перейдем к самому процессу регистрации. Мне это видится буквально вот как такой ноев ковчег. То есть, 1 января у какого-то таинственного места, где эта регистрация будет проводиться, там будет длинная очередь такая, каждый тварь и папа, там, кошки, собачки, кто-то с аквариумом придет, там, кто-то льва там притораканит, его тоже надо регистрировать же как-то теперь. Ладно. Допустим, на собаку вы как-то можете повесить там ошейник или бирку. Что делать, ну, или на кошку в том числе. Что делать человеку, если, допустим, собака или кошка потеряли эту самую бирку и ошейник? Я не знаю. Фичный. Про татуаж этого номера индивидуального, я вообще молчу. То есть, кольщик на колене купола, может, видимо, вот как-то вот так вот. Фигня. У меня знакомый уже много лет увлекается, ну, он разводит рыбок. Ну, хобби у него такой маленький, дома аквариум там все эти бурлит, бурлит он там, кормит их там, любит сидеть там, пялиться на них часами. Ну, такое вот у пацана хобби. Я не представляю, как он придет с аквариумом, на его рыбку начнут вешать бирку, или, может, на каждую вот такую вот малька, которую ровку будут наносить с номера. Ну, а ошейник как бы сам по себе отпадает. Смутно я себе это представляю. Ладно. Перейдем к следующему пункту. Каждый хозяин будет убирать процесс жизнедеятельности своего животного на улице. Иначе будет за это штраф. Который, в принципе, уже давно предусмотрен и сейчас. Поясняю. Очень много у нас в стране кошечек и собачек, которые на самовыгуле. И что тогда делать? Я ума не приложу. Что еще? По поводу самого там внесения вот этого личного регистрационного номера и так далее. Для чего? Там что потом будут какие-то поквартирные обходы? Там дзинь-дзинь сдасти. У вас зарегистрирован код Барсик. Предъявите его, пожалуйста. Номер такой-то. Ага, вот код Барсик, вот его бирка. Мы сверили. Спасибо, честь имеем. Пошагали. Ну или что? Что дает этот номер? А в случае какого-нибудь внезапной смерти животного что делать? Нести труп, что ли? Вот вам труп. Вы видите, что животное скончалось. Снимайте его регистрационный номер кедрен-финь. Так что ли? А, там еще есть такой пункт, что будет запрещено, будет составлен перечень опасных собак и запрещено их содержание в домашних условиях. Я правильно понимаю, что теперь каждому владельцу питбуля придут домой и этого питбуля будут изымать и куда-то девать или что-то с ним делать? Я не знаю. Что будет делать с владельцем? Питбулли, там, прочих остальных бойцовских собак. Ой, кстати, очень даже и немало. И по поводу штрафа за нерегистрацию животного. Там что, по квартирнике, что ли, будут? С обыском квартиры, чтобы установить, проживает ли у тебя животное или не проживает. Как много вопросов, как мало ответов. Вот такой вот веселый у нас законопроектец. На рыбок дирки вешать с номерами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова